За лето у водителей вырабатывается определенная моторика, говорит тренер по контраварийной подготовке Валерий Дронов. Все действия шоферы привязаны к сухому дорожному покрытию, потому что ездить по нему начинает уже с апреля. Но холода могут прийти внезапно, и уже или завтра, или через неделю асфальт покроется небольшим слоем льда. Сейчас наступает такое время, что сейчас может внезапно прийти переход. То есть мороз может прийти через два дня, через неделю. И, соответственно, корка льда, которая появится на дороге, начнет делать свое дело. Сейчас, прежде всего, надо начинать постепенно учиться разорвать дистанцию. То есть надо себя перестраивать на другой стиль вождения. Если раньше шипы устанавливали прямо на летнюю резину, то сейчас технологии шагнули далеко вперед. Изменилась и сама резина. Она хорошо себя чувствует как при минусе, так и небольшом плюсе. Правда, при покупке новых колес им нужно пройти небольшую обкатку, говорит Валерий Дронов. Он советует первое время не набирать большую скорость на дороге. Также тренер по контраварийной подготовке дал несколько советов по выбору зимней резины. Если вы чаще всего передвигаетесь по городу, и у вас полный привод, паркетники так называемые, то можно ехать, ставить липучку. Если вы передвигаетесь чаще за городом, куда-то движетесь, то лучше ставить, конечно, шиповный. Потому что где больше соприкосновения со льдом, у кого-то сельские дороги, у кого-то загородные дороги, которые чаще всего вокруг льда покрыты, и меньше их посыпают, то лучше ставить шиповную резину. Валерий Дронов добавил, что если водитель остановит свой выбор на липучке, то стоит брать качественную. В цене она выйдет дороже, однако полностью себя оправдает, говорит он. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.